Приветствую зрителя, Леонид Котвецкий. Уже показывал разные нюансы с холодильником, с уплотнителем, как его можно восстанавливать. Ну, если наступил момент, когда уже вот все, значит тогда приходится заказывать новый уплотнитель. Либо по модели холодильника, либо подбирать по размеру. Так вот, как в моем случае, подобран по размеру. Как его очень просто заменить? Чтобы очень просто заменить, то это доступно только, конечно, не во всех случаях, а вот в таких моделях, в которых идет крепление шип-паз. Это обычно более дешевый вариант крепления. Его еще называют ласточкин хвост. Вот оно вот так, по углах. По углах вынимается, вот, а дальше по периметру. Значит, что оно собой являет? Вот такой выступающий шип, так, такого вот формы, затрудняющий внимание, и ответный паз. Что сказать по поводу того, почему все так не делают? Потому что кто-то может подумать, кстати, это на более дешевых холодильниках обычно ставится такой, такого типа уплотнитель. Но, почему все так не делают? Потому что один все-таки недостаток у такого крепления есть, оно чуть слабее, чем другие. Но чтобы оно прям вырвалось само по себе, то бывает только одна ситуация, когда, например, залило каким-то вареньем, чем-то липким, так, ответную часть холодильника, вот, и оно прилипнет. Вот тогда при открытии дверцы может реально вырваться, вот, выскочить из крепления. Вот, те, которые же под планку прижаты, так, значит, залиты монтажной пеной с завода, там, или под саморезы идут, те, конечно, так не вырвутся. Вот, вот это единственный. Но у меня было, может, за всю историю этого холодильника, он уже не такой уж новый, два раза где-то такое, что вот что-то такое липкое было, и оно оторвалось. Итак, вынимается оно по углах. Вот, теперь надо протереть, конечно, то, что где затекло, загрязнилось. И дальше наша задача установить новый уплотнитель, чтобы его легко установить и все хорошо было. Самое главное, точно по размерам его замерить. Если замерили все по инструкции, либо оно вообще для вашей модели конкретно выпущено, и производитель, или там продавец знает, какой размер, если размеры сделаны точные, то заменить его не составляет никаких проблем. Сейчас протру и произведем эту замену. Итак, протерли. Берем заказанный уплотнитель и вставляем этим шипом в паз. Значит, в угловой паз. Сначала один угол, потом другой. вставляем угол. Вставили углы. Потом берем серединку, вставляем середину. шип, вставляем хорошенько шип. И протягиваем от середины до угла. Так, опять от середины до угла. И стараемся не тянуть вдоль, так, а просто вжимать. Можно туда-сюда двигать, чтобы вжалось, но не надо тянуть вдоль. Если вставишь, например, один угол и потом будешь еще его так вдавливать, давливать, давливать до самого низа, то его растянешь так, что на несколько сантиметров можешь даже оттянуть его ниже паза. Потом будешь удивляться, о, что-то он слишком длинный. Так, так что вставляем, прижимаем серединку и от серединки к углу. Опять серединка, от серединки кверху, от серединки книзу. Закрываем. Можно чуть-чуть расправить, если пальцы слишком сильные, передавили. Так, отправили. Теперь может быть вот такой иногда прикол. Смотрим. Так, вот оно. Плотненько, плотненько, плотненько. При открытии сильно прилипает. Но чуть-чуть так кое-где чуть-чуть не достает. И вот, вот здесь буквально немного. Что можно сделать? Ну, всякая может быть причина. Перекрутилось при транспортировке. Так, где-то перегнулось, прижалось. Вдавил пальцами так, что оно вдавилось, слишком сильно сплющилось. Вот. Или иногда, если не точно замерил размеры, например, рулетки, что же не все честные. Даже мерить надо, естественно, строительной металлической рулеткой, а не домашним сантиметром. Ну, и рулетки нечестные. Можно взять три разных рулетки, разных производителей, и они не совпадают между собой. Ты замеришь, производитель тоже по твоему размеру сделает, а оно получится чуть больше. И может пойти волной. Вот такой момент. Ты его вставил, а оно как бы заволнилось. Ну, разные могут быть причины, так, не будем придумывать. Но, если где-то что-то, чуть-чуть пошло волной, так, образовалась какая-то дуга, а то для этого есть фен. Берем фен. Лучше, если строительный, он дает чуть выше температуру, прямо на максимальную температуру его нельзя ставить. Так, например, здесь я делаю на второй, втором положении, он имеет два, и на второй, третьей метке из шести. То есть, далеко до максимальной температуры. Вот. Или домашний фен для волос даже, но если он хороший, мощный, там, киловатта-полтора, то на полной мощности поставив, можно получить тоже так, что он хорошо размягчит резину. И что делаем? Прогреваем резину, она становится мягче, оттягиваем ее, и немножко подождем, чтобы она застыла в пусть даже чуть более выпуклом положении, чем надо. Ее потом дверца прижмет, так, либо точно, точно ровненько сделать. Хотя, ну, как видите, резина, она само собой даже может распрямиться. Если ее просто хорошенько растянуть, это она в дороге немного поплющилась. поплющилась. Вот. Ну, как бы здесь немножко, немножко, здесь такое пуска есть. Сейчас я его прогрею, и это редко приходится, но если приходится, то делается так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже рассказывал, что таким способом можно восстанавливать даже старый уплотнитель, если он еще не порванный, не посыпавшийся. Вот так нагреть его, по углам особенно приходится так делать. Продолжение следует... Если он не есть сплющенный, а такой достаточно, так сказать, оттоперенный, разбухший, то просто прижимаем дверцу малярным скотчем на ночь. Вот так взяли парочку можно витков малярного скотча или обычного, но обычный может краску немножко содрать, поэтому лучше малярным. Вот. И на ночь. Он приплющится и выровняется за ночь все нормально и будет магнитик ровно мерять. Но это возникает изредка. Обычно, если все по размеру, вот, то все будет окей. Смотрим с этой стороны. Вот. Нормалек все приликает. Оно потом чуть-чуть еще прилипнет, если где-то какая-то там миллиметровая щель. Магнит есть магнит. Магнит начнет прилипать к двери. Вот. Внутренний так он идет по периметру. И все. Чтобы совсем точно проверить, работает ли оно, так можно вставить фонарик хороший в холодильник, выключить свет и пройтись посмотреть, не светится ли где из щели не пробивается свет. Если не пробивается, значит все нормально. Ну и все. Эти дополнительные вещи там с феном приходится делать изредка. Обычно вставил и все. Это самый простейший способ. Ну, куда уж проще. Так. Вынул, вставил. Вот так. Естественно, делать это приходится, когда уплотнитель уже старый. Там можно его, конечно, заливать герметиком. Все. Но когда-нибудь наступит конец этого всего. Вот. И он начинает рваться. Вот. Тем более в современных холодильниках их на долгий срок службы не рассчитывают. И служат они недолго. Вот. Но бывает холодильник еще рабочий и нормальный. Он нравится и подходит. Вот. А уплотнитель уже сифонит. То вот таким способом проще всего заменить. Под планку. Это уже другое. Смотрите в конце видео. Квадратик так. Как заменить под планку. Как на многих холодильниках. Ссылочку, откуда заказывал, тоже под видео кину. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok